Царю Небесный Царю Небесный Открой Наши сердца Чтобы оно вошло в сердце И дай нам Исполнять его, Господи, в точности Каждый день Тебе за все слава Отец, Сын и Святой Дух, аминь Мы проходим Евангелие от Луки с толкованием Блаженного Феофилакта, 1 глава, 51 стих, 56. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семьи его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Толкование. Мышца отца, тире сын. Итак, Бог и Отец в Сыне Своем явил власть и силу над природой, ибо при воплощении Сына природа побеждена. Дева родила, Бог садился человеком, а человек Богом. Господь рассеял надменных бесов, изгнав их из душ человеческих и послав одних в бездну, а других в свиней. Можно разуметь и об иудеях, которых рассеял по всей стране, и которые и поныне в рассеянии. Не изложил сильных с престолов, то есть бесов, которые господствовали над людьми и в душах человеческих имели престолы, покоясь в них. Но и фарисеи, суть, сильные, как похитители, принадлежащего к бедным, и как учители, имеют престолы, с коих они не изложены. Вознес смиренных людей, или язычников, коих грех смирил, вознес их, даровав им сыноположение. «Подобно, как и алчущих, тех же самых, то есть язычников, ибо они не имели писаний, закона или заповедей, исполнил благами от писаний. А иудеев, богатящихся законом и заповедями, выслал вне Иерусалима, горного и дельного, лишенными всякого блага. Ибо иудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими. Воспринял Израиля отрока своего. Говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч, и из них уверовали, и исполнились обетования Бога Аврааму, сказавшего ему, «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, 30 стих. Или говорится об Израиле духовном, ибо всяк видящий Бога называется Израилем, так как имя сие означает «видящий Бога». И так воспринял сих видящих Бога, возведя в небесное наследие. Мария прибыла с Елисаветой около трех месяцев, потом возвратилась. Поскольку Елисавета имела родить, то Дева удаляется ради множества имеющих собраться к рождению, ибо Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из того, что Дева возвратилась при наступлении для Елисаветы времени родить, видно, что ангел пришел к Марии в шестой месяц от зачатия предтечи. Да, Мария прибыла с Елисаветой около трех месяцев. Вот почти и девять месяцев. Да, Мария прибыла с Елисаветой около трех месяцев. Все толкование. То есть это было продолжение Марии, вот и сказала Мария Вимича Душа, то есть она пророчествовала. Такой момент есть, что он смирил язычников, смирившийся язычников. Весов снизверх это понятно, духовная сторона, она не подвластна людям. А вот смирил язычников, кругом-то язычники нас наполняют. Как тут рассудить? Нашел ты место? Нашел. Слово смирил, подчинил. Смирил, подчинил, да, ведь это же люди, то есть человек должен захотеть. Для мира неверующих людей смириться это состояние такое, не как, унизительное. Нет, он им дал возможность, я так понимаю, своим приходом в мир, то есть она же пророчествовала, что именно с его приходом появилась возможность избавиться. Да, те, кто принялись, и они следователи, да. То есть последовательность такая, что он явил себя людям, люди приняли себя, и Бог дал им возможность смириться, и это путь к усыновлению. Удочерение, усыновление, дрова функционоположение, да, вот. Мамент освещается такой, интересный. Здесь что сказать, Евгений Тихонович? Понимаешь, в тысячу, в седьмом году он умер, в это время он ничего еще не знает о русских людях. Это толкование относится к тому времени, к одиннадцатому веку. Ну, не может быть, я хотел оттолковать, чего нет. Мы находимся, спустя после него, уже ни один день, ни два тысячи лет. И теперь рассеяло от надменных. Кого? Евреев. А русских? Теперь-то уже обстановка другая. Гражданская война окончилась. Сколько за границу ушло? Митрополит Виталий, мы сидели, он говорит. Говорят, три-четыре, это неправда. Семь миллионов было рассеяно. Миллионов. Какие они беды крипели. От разной болезни, когда умирали. Там князья шли, и в шахты, и везде. Жить-то надо. Разбитые. А за что? Вот там, то, что говорится, к евреям-то это все к русским надо повернуть. Вот тогда мне польза. Слово Божие живое действие, оно касается меня сегодня. Вот это я все узнал. А дальше-то? Узнать надо, узнать хорошо. Но надо это все, называется, экстраполяция во времени, перенос. А как ко мне это относится? Как к моему народу? Не я ли там прописан-то? Не моя ли биография-то? И тогда, когда я буду читать Слово Божие, оно совершенно в другой тональности зазвучит. Тут вопрос на вопрос. Русские были рассеянны. Ну ладно, евреи рассеянны. Мы знаем, в каждой стране везде евреи. Но и русские везде. Они не знали где. Возьми, вот революция дала. Сколько Австралии людей попало туда? Некоторые вообще не знали ничего. От русских узнали строить храмы. Ну, Бразилия, Аргентина. Рассеян помышлений надменных. Ну, их считают эти слова пророческими. Но в то время, когда эти слова говорились, а кто думал-то? Ну, просто говорит человек хорошие слова. И вдруг эти слова засияли. Эти слова уже на тысячи языков переведены. И люди в них всматриваются, если это от Бога. Надо на события смотреть реально. Рассеян надменных. Мы сейчас едем сюда. Смотрим. У батюшки во дворе стоит машина большая. Видели? И люди обедают на улице. Там один с бородой стоит, мне кивает головой, как будто знает. Я никого не узнал. Спрашиваю Романа, он подъезжал к ним. Это приезжал. От Насти говорит. Дробот. Это Андрея. Глухонемого. Покупать коз. Правильно я сказал? Я говорю, ты вернись, Роман. И пригласи на занятие. Один час. Нету надменно рассеянное. Пить, гулять по неделю, по месяцу беспробудно могут. А день, час для души у них нету. А мы коз погрузили. Козлы. К родственному-то не стремятся. Никого нет, вымелось. Гляжу, машина сейчас покатилась. Ну, хоть зайдись, поздоровайся. Столько у тебя получал ты здесь. Ты жену получил здесь. Никаких. Некогда. Запомните. Смертельное слово некогда. Святым многое было открыто. Было совещание. Это жития святых, говорит. Совещание почему-то проходит где-то на стадионах. Дьявол собирает людей. А мы-то думаем, ой, как много людей. А там демоны, бесы. Как Лев Толстой называет черти. И он говорит, а как погубить людей? Ну, один выходит и говорит. Я людям буду говорить, что человек произошел от обезьяны. Само по себе. Бога никакого нет. Он говорит, мысль хорошая. Сатана. Но. Люди-то будут думать все равно. Ну, как это рыба-карась и дельфин. А тут жираф и лев. Тут мышка и кошка. Как оно все разное-то? Что, одно в другое превращалось? Нет. Многие Бога найдут. Другой дает совет. Я скажу. Бог есть. Бог сотворил мир. Но мы ничего не знаем о Боге. Бог о себе ничего не сказал. Как ему угодить? Он говорит, это хорошая мысль. Но будут Библию считать. Будут издавать ее. И люди поверят, это слово Божие называется. Слово Божие. Каноны, литургия, словом Божиим не называются. Только Библия. Правильно, говорит. Но найдутся критики, которые не поверят. Надо, чтобы всех погубить. Вот такую идею. И тогда один бесенок и говорит. Я буду говорить, Бог есть. Ропот пошел. Буду говорить, что Бог дал знать, если я написал Святую Библию людям через пророков. Дьявол едва удержался, чтобы не подбросить кверху. Бесенок, который хватил, он на плечи. А его разорвать хотят. Ты что, ты христианин разве? Такие слова говорят. Он говорит. Но я буду говорить не сегодня, а завтра. Сегодня некогда. Ты подожди малейка. Ну где ты средневерующих жениха найдешь? Выйдешь замуж? Тогда обратись, Богу. В школе. Да подожди, школу кончи. А то узнают, выгонят. С института выгонят. Подожди. Некогда. Сегодня некогда. А дальше, дальше детей воспитывают. А детей поднимут на ноги, тогда некогда. Вот я прошу завтра, некогда. Помочь-то, некогда. Вот тут понятно, на один день. А это растягивает на времена. И вот спроси старого. Заметил он, как жизнь прошла? Говорит, а он ничего не заметил. У него уже кровь течет, как вода в глубоком колодце. Она холодная. Лягушащая. Некогда. Вот мне помчались, сейчас вижу, большая машина. Дождь будет. Подходит и говорят, дождя не будет. Не будет. Такая машина. Здоровые дядьки. Ваня там будто был. Не поздоровался никто. Вы не думайте, это случайно. Мы не видим. Мы думаем, что так все и есть. А на самом деле тут другая картина разворачивается. Вот если бы был такой аппарат, снять, вот НЛО снимают. Засвечена пленка и все. Видят люди, которые выходят из этого НЛО. А такие головастики у них. А такие рога. С ним вот ничего нету смазанное. Кто смазывает? Притом снимали на самые хорошие приборы. Ну маленько-то. Ну вот. Хоронят человека. Священники идут, кадилы гремят. Со святыми у покоя Христия Божия, раба твоего. Верующего хоронят или не верующего? И все идут и плачут. И только один человек увидел картину. Ему она была показана. А картина ужасная. Идет дьявол. Бесы рукоплещут. Хлопают в ладоши. Прыгают. Визжат. Сыплют пепел на этого покойника. И зловонные из туалета жижи и кропят на него. А священник кропит своим кропилом. А дьявол и говорит. Будьте вы пропитые христиане. Человека повинного всем грехам. И вы говорите со святыми у покоя. Его сами поместить нельзя. Вот эту картину то если бы мы видели. Если бы мы видели. Почему люди торопятся? А некогда. Я могу похвалиться Господом. Бог мне язык связал. Я за всю жизнь ни разу не сказал, что мне некогда. Некогда? Как это? Помолиться некогда. Некоторые говорят поесть некогда. Это все обман. Бог так жизнь распределил, чтобы заботился о вечности. Видимое временное, а невидимое вечно. Невидимое. Я говорю о невидимом. А ангел стоит и плачет. Вот видит юродивый. Ну юродивый придурок какой-то. Люди идут в храм. А он берет камни и бьет по храму. Ну что, сдурел что ли? Да храм это святыня наша. А он не разговаривает. А напротив магазин Покровский собор в Барнауле там. Подошел и стены целует. Перепутался в башке-то у него все. Ты храм целуй, а здесь бей камнями, там водку продают. И он другу своему и говорит. Я могу назвать вам, жития святых какое. Он говорит, вы просто не видите. Я целую плачущего ангела, что люди идут водку берут. Это ангелы стоят, я не стены целую. А здесь я бью, потому что демоны храм облепили со всех сторон. А как они отходят? А как заперли Христос воскресе, их как пламенем выхватывается огонь из дверей, из окон, и демоны падают. Я и бью их камнями. Это другая сфера. Жития не зря, это написано. Это не так просто. Люди пришли, а они верующие. И спрашивают совета. Идти или не идти на войну? Идти на Финляндию или нет? Ну, у них там был ромов галатский. Все говорят, иди, победа, победа, победа. А храмово, затея, кончится для него смертью. Теперь, а если еще пророк какой бы один боится, а может всем не закрыто, а одному открыто, он говорит, есть один, но я его не люблю. Он обо мне хорошо не говорит. Если бы он сказал обо мне правду не говорит, а то не хорошо, да и не заслуживаю хорошего. Что ты? Пошли, говорят, ты скажи как все. Ну, вы знаете кто? Михей, сын Иевлая. Он говорит, жив Господь Бог, скажу, что он скажет. Он. Ну, а что скажет? Да это не твоего ума дело. Ты послана, веди меня, а приду я скажу. И заметь, как разговаривает. Идти на ромов галатский или не идти? Он говорит, иди. Я видел овец Израилевых, рассеянных по горам. Нет у них пастыря. А как император, он. Главное тут у них церковь-то. А я кто? Да никто, губитель. Ты Евангелие отбросил. Вот он, Сад Николай и другие там пойдут теперь туда. Ты перенеси ту картину. Это у Бога не зря. Серафим Саровский не зря плакал. Плакал. Три дня и три ночи о русских архиереях. Господи, помилуй, Господи. Прощай, и он видел картину эту. И Бог заговорил, не пощежу и не помилую. Ты не веришь в это? Читай третий том настольной книги священнослужителей, 601-я страница. Вот эту картину, если бы мы научились видеть, мы бы увидели страшное состояние вчерашнее. А еще хуже сегодняшнее. Куда идут люди? Где? Кто спасается? Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Тебя когда гнали за это? А я люблю тихо, спокойно. Такие слова хорошие говорить. А грозные говорить, такие скажут, ругаются. Яну Златоусту говорили. Он не проповедует, он только ругается. Сколько раз приходим в храм, и ты все против богатых. Он говорит, до тех пор буду против богатых, пока вы не будете делиться с бедными, они с голоду помирают. И что, его свергли? Он по-человечески был отвергнутый, погиб. Вот эту картину-то разверни, и тогда все время будешь приглядываться. Это не просто были покупатели. Козлы приезжают. Теперь уехали. Уехали, довольны все. Кто доволен-то? А кто незримо рядом сидит на сиденьях, тот запился, а этот пятый раз разведенный, и откроется все. Картина. Я понимаю, с кем он мог приехать. Я не конкретно говорю. И вот эту картину, которую раскрывает нам Слово Божие, надо перенести на сегодняшнее. А как это? Вот я сейчас вопрос задам простой. Оно здесь написано. Шестая страница. Открой. Тут заметь, где у тебя есть. Шестая страница. Так, вопрос. Удобно, что Библия разбита на главы? Книги на главы. Ну, удобно же. Сослался, какая глава? А кто ее разбил? Считай. Только в 1236 году католический кардинал Хьюгу или Кару разделит каждую книгу Библии на главы. Вот так. А в каком году? В 1236 году. А в 1236 году. Да, постой, стой. Ага. Вопрос. Не торопись. Эта церковь-то православная была в России в это время? Уже 300 лет. Почему не разбили русские на главы? Почему, если православие было в Византии с первого века? С первого века. Почему они не разбили на главы? Мне вчера в Носте говорили, там фильм какой-то был, католики, там называется «Старство небесное» вроде, да? И они православные выглядят хуже, чем мусульмане. Безнравственные, нарушают договоры, им никто не верит. И это так действительно? Ну возьмите, счастливище, Невзоров Александр Глебович поставил, показано вот в Чечне, что они делали, как русские это. И показывает эти... Вот мне его. Половина жизни уже проспала. Сядь прямо. Койку принес бы с тобой. Как они ведут себя? Какая дисциплина? Может, женщин хватает, насилует, как русские? Нет. Ему смерть. Его каждый день учат нельзя. Ему пять раз в день на молитву становиться. Он свою Родину защищает. Ты на все на взгляни глазами оттуда. Когда будет суд Божий по Слову Божию. Все наши нагромождения, толкования, каноны, соборы уйдут в сторону. Останется одно слово. Я не сужу, Господь говорит вас, слово, которое я говорю. Оно будет судить вас на Суде Божьем. Евангелие от Иоанна 12, 48. Оно. Страшно? Оно будет судить. Вникай в него. Специальность ты получил. Ты получи специальность быть человеком. Спросили Пирогова. А кем хотите? Хирург, всемирно известный. Кем хотите, чтобы был ваш сын? Человеком. Это самая трудная должность. Когда человек, тогда все у тебя другое и другое. Это просто сзади уже будут. Специальности, семья нента, и продвижение. Пожалуйста, 13 век. Значит, они видели, надо научить людей пользоваться. А он ее разбивает. Кардинал. Кардинал это не православный, это католик. В русском народе в это время где-то забеспокоились. Сказали, кардинал ты разбил на голову. Давайте мы разбим. Нету. Проходит год, два, сто, двести, пятьсот, шестьсот лет. Никто нас не разбивает. А уже знают, католики разбили. Православная церковь спит. Я сегодня говорил о Спиридоне, Архимандрите. Он говорит, вытесли Христа, вытесли Слово Божие. Христос просто прислужник какой-то. Надо, я прикрылся, сказал, Бог меня благословит. Бачка, благослови. А куда благослови? Я говорил сегодня. Бог благословит. А там в бутылке полная сумка. Это Вова Долгов потащил сумку свою. Конкретно, я знаю, кого мне страшиться-то. Теперь второй момент. Они поняли, что одна глава, это большая глава. Надо поточнее, надо поближе. А дальше, а в 1551 году главы Библии будут разделены на стихи. Библиотекарем, французом Робертом Стефаном. Вот так. А сколько прошло лет? Ну, 300. 300 лет, которые все еще не могут понять, что на стихи надо. Но им как-то в теме, что втолкнули Господь. Ну и так. Теперь услышали православное. Сделали это? Нет. Знали? Ну, откуда узнают тут? Все это не скрывалось. Послы были у них там. Работала Таше. Это все на открытое. Это же событие. Нынче отмечали 140-летие. Кто отмечали на стадионах? Сектанты. Кто оттуда приехал? Да ты приехал, кажется. И рассказывал у старобрядцев там рядом стадион. И они собрались, баптисты, адвентисты, мормоны, все вместе. У них Библия отметит 140 лет синодальному переводу. Православные и сегодня как будто не знают. Не синодальному, а что это? 500 лет Мартину. Реформации 500 лет. Реформации? А то мы еще отмечали не 140-летие. В 1876 году несколько, в прошлом году, кажется. Вот так. И просто вот отсюда, по крайней мере, как мне кажется, Бог еще раз, как я уже этот раз говорил, что это настолько, понимаешь, настолько великий архитектор. Вопрос, почему он не дал этого Хьюго, там, Ваню, нашим русским? Почему? Для того, чтобы, по всей видимости, уравнять все в мире. Представляете, какая бы была гордость, там, или так, да мы, да мы Библию разделили на главы, да нет, не мы, это вот вообще какие-то, кто там, кардинал, а этот вообще француз там какой-то. Ну, кардинал непонятно кто он. Может, испанец, может быть, англичанин. И негр бы мог бы это сделать в Африке, если бы Господь ему дал такое разумение, как раз показать через этим, что для Бога нет вообще отношений, нет вообще разницы, русский там, индейец, все в Боге. Русские участвовали. Нарисован доллар, картинка на доллар, один доллар-то. Посолская башня, глаз, сколько кирпичей. Русский Иван сделал это. Он знает, где подсуетиться. Картинку на доллар нарисовал русский человек. А нужно это нам сюда. Русские приняли участие во многом. Вот так. И когда мы считаем, как Божья Матерь пошла, встретились они, и вся эта история, как к нам относится, к нам, понимаем мы это или нет. А они это приняли. А потом? А потом претерпели. Здесь лежит нападение, на восстание многих. И тебе самой оружие и душу пройдет. Когда беременная, говорят, не беспокойте ее. У нее переживание, от разных стрессовых состояний. А тут прямо пророчество. Да ты, Матерь, но тебе оружие и душу пройдет. Меч рассещет тебя. Почему? Ты увидишь его на Голгофе. О самом высоком месте. Уже пророк не боялся это сказать. Симеон, да? Да. Еще, брат. Давай. Ну, тут можно еще одно добавить, что почему, например, вот этот разбил Хьюго на главы, библиотека там разбил на стихи. И главное, это еще, главное, наша свободная воля. Господь-то многих людей побуждает что-то доброе сделать в церкви, например. А человек не отвлекается на призыв Божий. И Господь тогда ищет другого человека, который открытый для этого. И тогда вот таких вот находит людей. Ну, ладно, это так, да. Может, что-то изменилось. В Москве университет имени Ломоносова. Там специально есть какой-то отдел во имя Лумубы Патриса, которого убили. И приезжают разные из сюга оттуда люди. И вот приезжает Тимофей Тим Ха, вьетнамец. Вообще-то это не христианская страна. Его обращают ко Христу. Кто? Господь, конечно, не сам. Через кого? Через протестантов. Ну, тут же и православный. Университет-то здесь. Почему, я спрашиваю. И он составляет библейский поисковик. Ну, поскольку он прекрасно составленный. Как легко искать. И главное, протестанты не признают не канонические книги. Он не канонические составил поисковик. Составил на соборе Вселенские поместные святых учителей. Только заряди, и сейчас все открылось. Это сейчас наш современник. Это мне так помогло, когда я книги писал. И я говорю, кто это сделал? Найди мне его, Гавриил Речкунов. Найди. Он искал, искал и нашел. Там Витя Петеримова подключил. Программистов. И они нашли его. Я с ним списался. И послал ему подарок. Тимофей, по-русски теперь учатся-то. Как ты помог мне? Я ему поставил и Новый Завет, и диски, и все. А так, скажи, ты узнал Тимофея? Да тут же и забыл. Даже нужды нету. Я всегда сел на них. Братья, ну, помогите мне найти. А его найти надо где-то знать, где искать-то его. Автора-то нигде нету на поисковике. А этим поисковиком пользуются архиереи, священники, патриарх. Все пользуются. Ну, дальше узнали вы. Ну, откройте дальше-то дорогу по поисковой мысли-то. Так он не это только. Он теперь на каждый стих, вот один стих ткни, где об этом сказано в других местах Библии. Стих любой ткни, теперь, что об этом сказали другие паророки, а там все отдельно выстроил. И все сразу выскочило. Он за руку буквально ведет, чтобы мы писание знали. И кто они русские? Очень открытый. Я его биографию прочитал, но мы о себе биографии так не напишем. И он говорит, я такой жестокосерный был. На велосипеде катился, упал. Мама подбежала, меня подняла. А когда уже мне было лет восемь, мама упала с велосипеда, я даже не подошел. Я очень жестокий человек. Он привлекает к себе этим. Вот я говорю о том, что тот разбил на главу этот поисковик. Ну, в этом же направлении. Ну, почему не православные? Сколько у нас коллег без рук, без ног, как Аллахрама-то? Ну, почему ни одного никого ищища-то нету? А он вот так на стол его поставит, у него нет ног и нет рук. Культяпка. И он на Христе говорит, такой радостный. Его подходят, обнимают. Там, которые подползают, там такие же коллеги. Там где-то были в Китае. По всему миру. С ним встречается Папа Римский, президент. Президент великой страны. Приехал в Россию, на Украину. И везде говорит о Христе. Показано, как утром встает он. Как расчесывается. Расческа туда где-то воткнута. Он головой раз, все. Дальше на колясочку подвинулся. Где-то что-то там давнул. Поехал. Подъехал в бассейн, остановился. Кувыркнулся, поплыл. Бассейн. Мало того, в футбол еще играет. Там борется один. А культяпка-то ничего нет. Борется на ринге. И главное, вышла замуж за него фотомодель. И теперь, пока он лежит. И она сделала колясочку такая. А он сидит вровень здесь, с ростом. Ростом такой же. А теперь в постели лежит он с сыном. Его все поздравляют. Почему не православный, ни один? Ни один. У нас двое лежали. Ванюшка парализованная там. И Олюшка парализованная. Их на коляске привозили. Ванюшку спрашивают. Вот ему подают. Его любят. Его иконками обставили в этой. В ванне-то, в коляске-то. Как Олюшка? Он говорит, кто к ней ходит? Все вниз головой в ад летят. Олюшку спрашивают. А как к Ванюшку? Вот не уходят. Ладно или и надо? А все, кто к ним уходит, головой вниз в ад летят. Это характеристика от каждой. Чтоб к тому не ходили, а шли ко мне. А ты найди добро. Я этого Ванюшку знаю. Я его видел неоднократно. И Олюшку в Барнауле. В Покровском соборе. И у них вокруг почитатели. Их привозят. Поднимают по ступенькам. И волятся. Да больше и не способен человек. Почему его? Ну нигде о Христе-то ничего не известно. Откровений никаких нет. А этот без рук и без ног. Ну он говорит, что отцу, когда он стоял в коридоре, жена родила, вышел, говорит, лоб вытирает. Тяжелые роды, говорит. Боязно сказать. Но у него, говорит, ребенка руки нет. Я, говорит, чуть в обморок не упал. Отец-то. А второй выходит, говорит, да не руки нет. У него обоих рук и ног нет. Нету. Все. Здоровье-то, говорит, хорошее. Какое? У жены, говорит, хорошее после родов. А мужчина инфаркт хватил. Четырых принесло сразу. У одной женщины в России, щепьенка была. 60, кажется, 8 детей родилось. По 5, по 6, по 5, по 6. И он женился после смерти жены. У той тоже 4, 5. Ну, тут по одному, да, через город. Вот нам бы тут в школу сейчас полно было. Была-то такая. Давайте задание найти такое. Так, фамилия, имя указывается. Все. Это статистика тогдашняя подводила. Ободрись. 57-й, 64-й стихи. И Лисовете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Толкование. Дева прибыла с Елисаветой около трех месяцев. Может быть потому, что поражена была чудом и нуждалась в некотором утешении, какое могла находить в пребывании с Елисаветой. Но когда приблизилось рождение, она удалилась. Роды же грешников обыкновенно несовершенны и неполны. И лучше бы для них, если бы они не рождались. Почему имя давалось после обрезания? Потому что прежде нужно получить печать от Бога, а потом уже и человеческое имя. Иначе обрезание означает отвержение плотских свойств. Ибо никто не достоин именоваться воином Божиим и быть вписанным по имени в Книге Небесной, прежде чем отвергнет и отсечет плотские свойства. Елисавета говорила о имени, что имя его Иоанн, как пророчица. А может быть Иоанн и сам назначил себе имя, ибо он сообщил матери пророчественный дар. Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит дощечку. И когда он относительно имени детяти оказался совершенно согласен с женою, все удивились, ибо не было сего имени в родстве их. И никто не мог сказать, что оба они уговорились об этом еще прежде времени. Иоанн значит благодать Божия, поэтому и Отец тотчас получил благодать, и пророчествует прежде о Христе, а потом и о Сыне. Как понять, что роды же грешников обыкновенно несовершенны и неполны, и лучше бы для них, если бы они не рождались? Это что, в каком смысле? Вдумайся в это. Не множество детей, а тех, которых до царства доведут. А зачем он родился-то? Хворостом, под котлом быть? У нас детей там 10, 12, 15, вот приезжали в Аптисты. Говорят, ты считай, что написано. Где они? Мы были у таких, у которых много детей в Аптисты. Он говорит, он подрастает, ничего не могу уже с ними сделать. Это руководитель, по их нам присвитер. Вот он такой сидит, спит непрерывно, он все время на занятиях, спит где угодно. Жизнь прошла. А сон и любой грех, он не один, он всегда идет в тандеме, называется, с чем-то. Вот все время, все время спит. С чем это связано? Мы не видим. А вот Симеону, я роду, им было видно. В это время незримо ходят бесы. И бросают цветки. И кому святок упал, прилип, тот ищет благовидную причину, чтобы из храма во время моления выйти. А кому по глазам проведут, тот глаза. И в будине будем через секунду опять кверх ногами. Есть, но мы не знаем, с чем это связано, бывает. Но грех обязательно в паре с чем-то идет. Вот человек любит красивые вещи. Что-то изысканное такое должно быть, большие деньги. И рано или поздно захлебнется это желание, его не будет. С чем это связано? В первую очередь, а где ты берешь? Покупаю в антикварный. Дорого, да, очень дорого. Значит, деньги должны быть. Ну и отсюда все идет. Русланова Лидия, которая поет валенки-валенки, она очень любила такие покупать. А потом мужа-то, четвертого мужа у нее, она разводилась, сводилась. Генерал Крюков попал, в немилость его арестовали. И ее посадили на 10 лет. И все изъяли, нигде еще не было. Она говорит, сколько я зарабатывал концертов, за войну больше 1100 концертов дала на фронте. Вообще даже представить невозможно. И кончилось сейчас ничем. Все было разрушено, вот это. Каждый грех с чем-то идет. Вот человек спит. Я стал смотреть по Писанию, связано это с нищетой будет. Немного поспишь, немного полежишь, и придет нужда, как вооруженный воин. А в обыкновенной жизни с блудом, как ни странно, с блудом, почему? Ну так уж связано. И во время сна, Тусландия, Защатка, Соломон говорит. Вот и все. Это тебя где-то там вводят. И это подтверждается абсолютно всегда. Абсолютно. И это, нужно это знать. Писание обращает внимание, нужно, не нужно. Тебе спрашивать уже не надо. Я тебе говорю, места Писания. С чем это связано. Святые по этому били главу. Он подходит, ой, ну прямо тут разжигает меня похоть. Вот блудная старость. Он говорит, ты сначала уничтожь чрево. Ударь по чреву. И тогда та страсть погаснет. Ты не давай неделю. В рот ни чего-то. И все это развеется. Постом до молитвы это. Вот какие советы они дают. А сегодня разные лекарства. Лекарство одно, просто молитва. И вот эти люди, которые были, они называли во имя отца. Откуда это обычай? Даже интересно. Президент у нас то, Владимир Владимирович. То есть он что, оттуда принес это? А почему, говорит, жена еврейка. Во, это все пишут. У Медведева тоже. И когда посмотришь так, за обыкновенным, сколько открывается. Даже спрашивать не надо. А надо ли это знать? Ну, не надо. Зачем на место Писания? В Библии, если бы написали такое, детей не крестить. Каких бы бедствий сказали? Икон не иметь. Не поклоняться, не целовать. Одно предложение. И не было бы Седьмого Вселенского Собора. Детей не крестить. А только во взрослом состоянии. Как Ян Златоуст в 21 год. Василий Великий. Все крестились, а взрослые. В университете учились. А родители обратились. Не обманывай. У него отец был секунд. Мои начальники христианин. Мать Антеса была христианка. Это из христианской семьи. Почему они у них крестили? Он еще не понимает, как ребенок. Объяснение довольно простое. Григорий Богослов, в зрелом возрасте, после 20. Я беру самых больших спятых. Я уж не говорю. Тимофея там обрезал. Почему? Он полукровка был. Мать-то еврейка, а отец грек. Не называть по именам родителей. Странно довольно. У нас придумано, или как, я не знаю, какое слово сказать. По календарю, по святцам. Святца открыли. Вот мы пришли у нас в честь шкурить. Ну там 10 человек-то. Из них три Володи. Вообще все нормально, что ли. На высшем уровне. Три Володи. Какой старший? Владимир Александрович. А вот он тоже Владимир Александрович. Чем он хуже его? Тоже Владимир Александрович. И вот начинает у нас было в церкви три Михаила, священника. Скажут, я у батюшки Михаила. У какого? Спрашивают. Ну как, Аня, двое были лысых. У лысого? Так их двое лысых. Какой, старый или молодой? А отец Аким? А я никогда не спрашиваю. А я Аким. Все понятно. С Алтайского края. Оттуда-то. Там-то он один. На всю семинарию. Я прожил вот 78 лет. Мне в жизни не встретился человек, к которому бы я обратился и сказал, Игнатий, послушай, я даже не знаю, как бы я это сделал. Я могу назвать как угодно. Генри, ну все, Борис. Но сказать, Игнатий, я тебя зову. Не пришлось. А я очень удивился. У знакомых, наоборот, пацанешки Игнат. Говорит, да вот Игнат. Я такой, ого, первый раз думал, как так? Да, да, ну ты мне не встретился. Но зато он Игнатова Господь послал. Он три дня про гостол от поезда, да? Игнатова Господь говорил. Ну это фамилия. Фамилия. А это... Скоро Евтихий подрастет, лучше будете драть ему. Ну это я другой говорю, что по календарю-то какие имена-то были? Ну я говорю, вот Демидов так, Акильфи. Акильфи. Вот у нас было как? Общенно названо Анфим. И Анфим появился. А еще был Анфир. Анфир. Вот они жили в этом домике, где Алеша живет. Понятно, как было интересно. По деревку приехали, тогда было семь коров. Из них пять зорьки. Понимаешь? Это мозги кирпичом сделались. А Мамонтова стоит, эта статуя Мамонтов, Ефимий, Мефодий. Вот. Какие имена были? Ефимий, нету Мефодий, нету. А Морошилов был, Климент Ефремович. Ого. Понимаешь? Это в правительстве возле Сталина рядом. И он имени стал менять. А у нас старшему сыну, брату у меня, Самуил. Так он, ну в паспорте за Самуил. А на работе везем сказал, меня зовут Семен. Батюшка говорил, когда мы Варлама крестили, он говорит, вот как раньше имена называли? Родили, приходит, батюшка, надо покрестить, он открывает календарь, так, Мамонт, все, спаси Христос, батюшка, назовем Мамонт. Вот, все так, понимаешь? Там имена-то разные. Родители могли бы на этот день выбрать, я был там и на Кенте, и в Стихе, на мой день рождения. А никто не спрашивал, они стоят. А батюшка посмотрел, какой нет, Игнатий, и все, кончилось. Я по радио когда вел передачу, а там говорят, программу ведет автор и исполнитель Игнатий Технишат. И мне один звонит, я на студии проработал 30 лет. Какое поэтическое у вас имя и отчество? Понятно? Я говорю, у меня начальник города, главный, мэр города, Баварин Владимир Николаевич. Его на дорогах там погиб, кто говорит, что-то подстроили ему. На его место заместитель Владимир Николаевич. И при том, ну, Колганов, фамилия-то Колганов, а тот Баварин. Я в тюрьму пошел, помогая там заключенному, начальник Владимир Николаевич. Познакомился по образованию, в кровавую администрацию пришел. Владимир Николаевич, я говорю, да все вообще. Брось собаку, попадешь во Владимира Николаевича. Игнатий Техниш, можно вам вопрос? Вопрос можно вам? Вопрос можно спрашивать? А я что? Я вам ведущий. Можно Алексей вопрос? Да, да. У меня такой вопрос. Вот видим, что у евреев было, вот когда молились в храме, а женщины молились отдельно от мужчин. Также у них это сохранилось и в синагоге. То есть в синагоге у них там разные входы. Тут мужчины молятся, там женщины. У мусульман тоже отдельно молятся мужчины и женщины. А у нас принято в православии молятся все вместе в храме, и женщины, и мужчины. Почему вот такое вот именно? Когда это началось именно вот так вот, что объединили? Никогда по-другому не было. Не было, да? У меня спрашивают, ну а у вас женщина вот с брюхов придет, вы выводите из храма? Я говорю, никогда. А почему? Да потому что мы их не запустим. И нам выводить некого. Мы их не запустим с брюхов, женщина. И выводить некого. Очень даже просто. А по-другому не было никогда. У Василия Великий интересно. Вот такой великий человек. Вот искал какие-то такие. Взял, сделал голубя из золота. И на ниточке подвесил его там, где престол. И иногда голубь колыхался. Зачем ему это надо было? Василий Великий. Он такой фетишист был. Монах. И вот она же смотрит. И вот литургию совершает, а голубь крылышками не шевелит. Ну он качается так вот. Он на дьякона глянул. А дьякона забыл, куда смотрит. Там из зала одна женщина смотрит. И он на нее уставился. Ну видать, хороша была. Он тот же запретил поставить стену, чтобы ни одна женщина была так смотреть не могла. Вот где разделение. Если бы была ревность Василия Великого, значит, было бы что-то. А сегодня никто не спрашивает. Никто. Мне он священник рассказывает. И не простой, а благочинный. Могу назвать Александра Бурдина. Схи теперь монах. И он говорит, заходит в храм, алтарь открывает, а там сидят люди, выпивают на престоле. На престоле сидят, выпивают и женщина с ними. Я говорю, это что такое? Да это мы тут вот ремонт, да тут это смотрим, кто другой. Да кто же вас запустил-то сюда? А женщина уполномоченная. И выговорить невозможно. Я вот был в Баку. Она меня привела с Амира до синагоги своей, до мечети. Заходя, говорю, нам нельзя. Она отошла за машиной, за машиной, и там где-то отдельно женщина. Ни одной, нигде. Значит, можно это ввести. Но на наших глазах живут люди в нашем государстве. Ну, я называю нашим, то есть русские. И видите, как у других-то так. А могут сделать? Не могут. Мамона. Я говорю, оглашенные и зайдите. Кто оглашенные? Вот я и тебе, священник. Так я должен выйти тогда сам. Я говорю, ну и выйди. Месяца три проповедуйте, а потом по одному храм запускаете. Все перемешано. И при том, начнешь говорить, ты как будто враг какой-то. Я тебе добра желаю. Тебе отвечают за них. Видишь как? Мы разбираем тот период. Нам важно усмотреть, как те слова к нам относятся. И какое участие мы можем принять в этом, чтобы было по-другому. У нас отдельно женщины, а отдельно мужчины. В пределах возможного. На мой вопрос-то можно я в это получу ответ? Тут про что имеется в виду-то роды и грешников обыкновенно несовершенны? Он имеет в виду про то, что мало детей родить, что их нужно воспитать, Богу привести. Про это что ли? Женщина спасается в челюсти народе, если, допустим, прибудет благочестие, дальше показывает. Я говорю, а сколько у вас детей? Она говорит, семеро, а где? Да все по тюрьмам. Кому от них польза-то? Грабители. Семеро сыновей, все до одного. Я с тремя встречался в тюрьме. Замешанного в убийстве. Какая ей честь? Кого она наплодила? Они все окрестносты в Барнауле держали в страхе. Всем разбойникам в одной семье. Ну и думай, вот он об этом и толкует. Да лучше бы не родились. Если родился, то скажи, сын родился. Положу все, чтобы довести до царства небесного. Иоанн Златоус, это кто-то там из них говорит, то ли блаженный Иероним, и говорит, Анна преодолела женскую немощь. Это блаженный Августин, да. И вот еще не родила, и говорит, если Господи дашь сына, я посвящу его для тебя. Ну это твой сын. Да ты что, она его не любила, разве? Ну вот от груди отсадила, сняла для него мерку, одежду шила, привела и сказала, я его посвящаю для Бога, в жертву приношу. И теперь он живет при храме, при защищеннике Ильи, и Бог не разговаривает ни с кем. И вдруг заговорил, Самуил, Самуил. И он только с третьего раза, он сказал, еще раз позовет. А он бежит к Илью, еще раз заговорит. Ты скажи, говори, Господи, слушает раб твой. А мальчишка, вот он сейчас, а тот замерз. Что он говорил? Да вот, говори, заклинаю тебя. Он сказал, что ты, сыновья твои, погибнете. Вы народ развращаете. Вы людей оттолкнули от Бога Израилева. Приняли филистинские божества. Смерть тебе, каюк, поп. А родился, вот теперь поняли, в народе появился пророк. Сколько у него опасностей было. Слушать живого не хотел царь. А когда умер, давай вызывать его душу. Пошел к ведьме, которую гнал, истреблял. Но это было внешнее. На завтра сражение, ну давай искать хоть одна ведьма. Есть, есть одна. Но вы знаете, аэндорская волшебница. И через нее вызвал Самуила. А как она могла вызвать? А это не Израиль. По милости Божией все. И он говорит, зачем ты тревожишь меня? Завтра ты и сыновья твои будете здесь, где я. Сойдете туда, в преисподнее. Живой был не нужен, а мертвого кости целуют. На живого как хотели, говорит, плевали и ноги вытирали. А умер, давай канонизировать. Это прямо в Библии говорится. Мы должны для себя это взять. А как праздновать память святому? Златоуз говорит, подражанием ему. Смелость, решительность, благовестие, чтобы ты пришел не с пустыми руками. Это поется в стихотворении. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноб один в руках нести. Кого ты обратил? Ну, Бог обращает. Ну, ты, ну, маленько-то. Прикинь, тогда ты увидишь, что ты нищий, слеп и нах. А говоришь, я разбогател, ни в чем не имею нужды. Написано? А не знаешь, что ты нищий. Можно было узнать-то? Как нищий-то? Да у меня машины такие, связи. И слеп, как слеп. У меня зрение сто процентов. Слеп и нах, как нах. На меня одежды столько наздевало. Надо понимать, о чем Писание говорит. Наша одежда, это дела праведности. А одеты, говорит, в одежду, что? Святость. В откровении нам написано это. Святость. А какие мы в глазах Божьих? Во что одеты? Люди смотрят на внешнее. А перед Богом, может быть, одежда это по-другому совсем выглядит. Почему ты, дальше, вот открой этот календарь. Сними его еще разок. Как раз об этом речь идет. Почитай. Книга Порока Исаия, глава 64, стих 6. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Праведность. Делаем добро. Молимся. Нищих примечаем. И вот перед глазами, как запачканная одежда. Ну где запачканная? В каком мазуте? Другие поясняли. Как подвязка нечистой женщины. Во время месячных. Понятно? Вот теперь понятно. Ой-ой-ой. Да там все время, все время. Вся наша праведность, вся самая добрая. И все мы поблекли, как лист. И беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Вот почему люди не могут собрать все вместе. Ни русские, ни кто. Все против друг, против друга. Одно слово не так и уже никак. Вот я вчера видел, уезжает человек, уезжает все, потеряет их. И корову увез. Больше он никогда не будет искать того, что была возможность здесь. Еще, еще не сделал. Никаких трудностей нет. Гвоздя не забил. Тут у нас священник был такой, ну что там. Помните, телок дали там, стельный. Только, только держать. Никому не сказал, взял, зарезал ночью. А телке-то была бы теленочек был. Люба, я не знаю, здесь она нет. Вот, она минуты без работы не сидит. Покупает телят. А этот мужчина, вы знаете, был отец Александр Желтухин. Ему дали, как много, вырастет. Другие мы отношили. Никому зарезал, у стебачка где-то крахнул. Такие телки хорошие были. Это про нас. Это просто пример некоторых людей. Вот она нас уносит. Их всех уносит, как ветер. Как листья. Уносит. Он был здесь и нет его. И он сюда уже не приедет. А зачем? Ему все не подходит. И заметьте, для бегства всегда три. Ропот. Таится, не вылазит нигде. И бегство. Три ступеньки. Со всеми так было. Я стал замечать и вывел. Какие ступени. Первое, это ропот. Не ропщите. Интересно пишет. Пятая глава, кажется. Девятый стих Якова. Он говорит. Не сетуйте друг на друга. Сетовать, то есть быть недовольным. Вот судья стоит у дверей. То есть он за дверями, а мы его не видим. О ком мы плохо говорим, а он стоит рядом и услышал. Тебе приятно будет на него смотреть? Ну мы-то говорим, где на ушах, я тебе одному скажу. Сидя стоит у дверей. Чтобы не быть осужденными. Ропот. А ропот Богу не уводит. А ты разреши этот вопрос. Разреши. Кто с тобой рядом, с соседом. Ни одного шага-то не сделано нигде. Совершенно покривленная дорога. Вот путь прямой Господу. Убирайте камни. Расчищайте дорогу. Зачем это сказано? Препятствия. Камни это люди не поворотные встали на пути. Сдвинь такую глыбу. А ты вались. Ты меры-то какие-то принимай. Спроси другого. А как мне примириться? А что и как сделать? Каждый из нас в чем-то может быть примером. Вот по порядку. Вот начну. Вот с этого беглеца. И так дальше. И каждый может быть примером. В чем-то. А то нам кажется, а мы все одинаковые. Мы не одинаковые. У каждого есть что-то такое, на что можно посмотреть и сказать. Вот этого у меня не хватает. Я могу по порядку. Вот начать просто. Вот с этого края. И все. Павел недоволен потеряевкой. Подыскивается под батюшку. Все время его судит. Ну так. Миллионы у батюшки где-то там что-то яблоню сожгли. А как примириться? Никак. Потому что он судит. А ты не суди. Посмотри на себя. Ты только один день в течение месяца был трезвый. Мы картошку копали. Он встретил нас. Огородчик рядом. Пошел на огород. Показал. Маленько. Пойдя приходит. Упал в огороде. Уже напился. Мы такую даль ехали. Выкопали всю картошку. Ее уже провожать он не вышел. Он уже смертельно пьяный. Ну приехали мы. Привезли лопаты, мешки, ведра. Выкопали весь огород. Ну это. Ну всего три часа мы были там. Ну ты три часа потерпи. Нет. И все они такие. Все они такие. У него есть пример на кого он указывает. Вот она сидит Ирина. Вот эта самая. Золотая женщина. По-другому они ее не называют. Вот и пример. А то говорят, на Павла не угодишь. Как она сумела угодить? Что она ему каждый день блины пекла? Купает. И у каждого что-то есть. Один умер, вспомнить нечего. А кто-то вспомнил, говорит, он ни одного богослужения в субботу ни разу не пропустил. А нас могут сказать, воскресенье ни разу не пропустил. А у него была дача, приезжали дети. Он всех оставлял, бежал в храм. И вспомнился, и оставил пример. Другой никогда в храме не садился. Уже состарился. Все. И все. Старался себя работать. Его без работы никто ни разу не видел. Вы нашу маму часто видели спящий днем? Я приду, а мне вот такие толстые очки. На канат двое. Сынок, прогони мухи. А мухи под очки залезут между двумя очками. Каноны, оказывается, непрерывно считает. Нам совет нужен, мама. Мы не знаем, где колодец. Сейчас канон досчитаю, пошла. Подошла и говорит, вы неправильно копаете. Дети мои, не тут надо копать, а вон там. И в самом деле, как начало распирать, мы на старом месте. Там доски, сороковка, распирают, трещит все. Вон маточка колодец, который там. Ну, рядом с общательником-то. И тогда мама пошла, помолилась, пришла и нам высказала упрек. Пример, да, пример. Ответ на молитве. А не так, мне кто-то не угодил, все, я с ними встречаюсь. Позволь. А с тобой-то всегда ли нужно встречаться было? А за собой ничего не знаешь? А если так, будь более сисходителен. Ну, все. Дальше, да? Сейчас, говори. Насчет детского крещения. Это как палка от двух концов. Некоторые святые крестились перед смертью, а баптистам мы доказываем, что в Израиле как? На восьмой день обрезывали. А зачем? То есть мы им доказываем одно, а чувствуем, что неправильно мы делаем. Вот по всей полноте мы должны показать это, что Ветхозаветнее было промыслом Нового Завета. И поэтому обрезание указывало на крещение. И поэтому мы в восьмой день крестим ребенка. Надо правильно сказать. Это надо указать. А где это написано? Колостя нам вторую главу открывает, и увидишь, мы обрезаны, мы обрезанием нерепотворенным, с обречением греховного тела, плоти, вы в крещеный с ним. С ним. Во Христе. Так получается, а как лучше-то? Ну вот они крещены. Вот так. Интересно, я у баптистов выступал в собрании, а на первой скамейке сидит женщина. Ну и задали вопрос детского крещения. Собрание хорошее, в Молдавии, кажется, вопросы задают. Я говорю, а вы верите, что дети должны быть с вами в раю? Конечно. А вот если бы ребенку было не много лет, ну года два-три, а у Ноя симхам и офет, то взял бы с тобой в корабль? Конечно. А это прообраз будущего. И вот сейчас у тебя ребенок, она сидит ребенок с грудной, и вот умрет у тебя сегодня, и в раю с тобой не будет. Она сразу встала в баптист, говорит, я его сегодня же крещу. Прям пойду и покрещу. То есть, я один раз только слово сказал, и она с ребенком встала тут же, а баптисты вокруг сидят. И вот Господь коснулся, я сегодня же его пойду и крещу, чтобы без него не войти в рай. Без ответ. Ребенок еще не понимает. Я говорю, а восьмидневный понимает что-нибудь? Нет, завет с Богом. Завет, печать. А теперь в этом направлении ты трудись. Лишнее убери. Так, наше объявление в силе. Кто хочет? Владимир Александрович, придите к нам еще. С кем-нибудь. Там сколько осталось, дочистить. А мы послезавтра там Люба, говорит, придут. Но мы завтра-то будем там. Будем в Самонете. Давайте, если доживем, я во вторник тоже приду. Мы завтра будем своя. Нам надо закончить. Потому что мы укрепляем, сравнивать даже не с чем. Понятно. Населенки мало. Помочь хочется. Мы сразу с утра туда уходим. А кому? Весной так трубы идут. Не знаю, ты не возьми хорошие вёшки. И там березки. Да нет, мне хочется. Просто тут все в один момент. Будем искать как-то. Нас там не будет. Я вытащу даже два ножа, положу на... Тележку мы завтра возьмем с собой. Не знаю. Видите, как много Слово Божие открывает для нас. Его всегда нужно так открывать, чтобы оно заговорило с нами. Семинаристы учат для дяди. Я с ними разговариваю. Вот здесь напали на нас семинаристы. В клочках. Я в семинаре учусь. Я говорю, ты скажи. Израиль ждал Христа? Ну, конечно. Все колено ожидает его день и ночь. Так написано. А почему не приняли? Пришел к своим и свои не приняли. Ну, 12-13 стих, первая глава Евангелия Тиана. Почему? Он не может ответить. Почему Израиль не принял Христа? Они ждали его. День и ночь жертву приносили. Тысячи быков, сотни тысяч баранов. За один раз 120 тысяч зарезали. Вот по щехолотку смещенники в крови ходили. Там рев и стон. Ну, Павел Плоренский описывает это. Это нам говорит Библия. Третья книга Царс. А одного барана два зарезать. И то. Иди. Там, Игорь, заходи. И надо было снимать. Кишки там все еще вынимать. Приносить. И горело все. Горело, трещало, мясо стало. Это даже вообразить нельзя, какой там запах стоял. И Бог, говорит, обонял благоухание. Какое там благоухание? Тебе не надо рассуждать. Ты вот один раз услышал. Так. Бог пришел к своим. Воплотившийся. И они не приняли. А почему? Он семинарист уже заканчивает. Стоит и помогает. Я третий раз спрашиваю. Почему не приняли? А ответ-то очень даже простой. Потому что учителя показали Христа не таким. Вот я бы вам сейчас сказал. К вам приедет человек. Вот такого роста. Замерил его. Когда фотографий-то не было. А там Пушкин написывает. Борис Годунов там где. И говорит. Дришко отрепет, обижал. Он росту такого. У него бородавка с правой стороны глаза. Волос черный. И один зуб убитый. А он сидит среди этих. Который ищет. Один посмотрел. Слушай. Да ты по описанию похожий на него. Он понял. Каранты ему. Он в окно выпрыгнул и удрал. А когда не было ни Христа показали каким. Он будет ненавидеть римскую власть. Он воцарится. Восстановит царство Израилю. В какое время восстанавливаешь? Совершенно не такой. Поэтому они его и не приняли. Он родится в Ифриеме. А где ты родился мы знать не знаем. Он будет. Он все. Если пьет с грешниками. Да какой же это? Субботу нарушает. Это преступник. Самозванец. И пришли к Пилату. Мы говорили. Узнали. Этот обманщик. Когда живой был. Говорил. Другого имя для Христа не было. Обманщик. Написано так. Обманщик. Обманщик. Они были. А если бы они сказали. Придет кроткий смиренный. Будет обезображен. И мы его не узнаем. И возьмет наши немощи. Понесет на себе. Трости переломлены. Не надломят. Льна гузи. Курящегося не угасит. Вы вот это пророчество пропустили. 53 главу пророка Исаии не взяли во внимание. Они не узнали его. Поэтому нам нужно говорить. То что на суде потребуется. Да мы православные. Но в православии мы должны оценить самое целое. Я вот сижу. Православные священники. В епархии. Я скажу тебе. Вы православные. А почему вы православные? Не католики. А могли и быть. Почему не баптисты? У тебя Слово Божие на первом месте. Ну у меня бабушка за руку. У меня в храм водила. Бабушка. Главную роль бабушки играли. Бабушки на веру-то. Ну хоть что-то. Назови. Что самое ценное в православии? Они не могут ответить. Священники сидят благочинные. И ни один не может ответить. Я говорю. Когда этот вопрос ответить. Я думаю второй. Что самое ценное в вас? Почему ты для меня более ценный, чем мула? Ксенс. Почему? Вот два вопроса. Касается лично вас. Вы академию окончаете. И ничего не знают. Я как-то проповедь говорю. Это Господь делает. На ефон. Что такое ефон? И в тихий вышел. Он в алтаре у нас был. Потом вышел. Где вы все это берете? Он думает. Я из книжки. Я говорю. Я нигде не беру. Не ищу. Я просто молился. Открылась. Ну и не согласен. Полностью согласен. Вот так объяснить. Меч. И относится к этому времени. Почему он не сел там в алтаре у них. И в тихий. Это наш епископ. И у меня эта проповедь записана. Не в ход. А что там об ефоне говорит? Одежда и все. А нет. Мать каждый год приходила. И новая одежда приносила Самуилу. Он вырастал из прежней. Так вот мы из своей одежды вырастаем или все та же самая? Растем мы духовно или нет? Вопрос-то серьезный. По мерке или нет? Или уже балахон на нас висит? Ростом еще меньше стали. Сейчас здесь. А знаешь, как с сосном бороться? Вот вы. Лесточку бери. Здесь сто поклонов. Пройдет часа полтора. Опять три святое. И поклоны. Наземные еще. Если позволяется. Все это отойдет. Все время. На всех занятиях у нас в Барнауле определенные люди спят. Одни и те же. Я знаю, если этот человек, Татьяна, Валера, обязательно спят. Я говорю, ты почему спишь? Не знаю. Вот у нас здесь молятся. Я впереди гляжу. Один стоит. И прям высоко. Подошло уже, думаю. Опять. Потом. А тогда вид сделал. Тогда уже стоит. Два шага вперед это шагнул. Вчера пришедет. Один стоит. Клюет. Отрак. И второй. Мы просто спать хотели спать. А для шофера, чтобы не заснуть, самое лучшее лекарство, машину закутывай, где-то загони и поспи. Перед службой спать, ляжься. Не ляжься. Вот так вот сядь, откинься на что-нибудь. И подреми немножко, там минут 20-15. А бывает, что падает? Бывает. У нас одна была, заснула и упала. А впереди дедушка стоит. А дедушка на бабушку. И они как доминочки пошли до алтая падать. Что смеешься-то? Сама видела. Вот так. Видно? Нет. Я когда вот так вот стояла, димала. Потому что плотно все стояли. А он на одной ноге был. Вот прям. И вот так вот на меня. Ого-го-го. И так, стоп. Ого-го-го. Что? Это наше. Бывает, ничего такое. Заснул. Я говорю, можно взять лоскалушки две, там отдельная комната. Выйди маленько. Лучше всего. Стенку так обвить, чтобы можно было посидеть. А потом что-то услышишь. Притом молодые ребята. Конечно, уработались, они в дребезе. Ну и огонь погас. Гори огонь, всегда горе. А тут даже дыбу нету. Еще не сделаешь. А вот кому нужно задать вопрос? Почему у нас сейчас храмы строятся без притворов? А гашины, извините, а куда выходить? У нас некуда выходить. Притвор. Ну да, ну где он сейчас? Притвора-то нету. Притвор, где раздеваются. Это у нас. Да. Ну, а вот допустим, вот сейчас Николь, Иоанна Богослова, Барнауле, храм новый. Там нету, там ничего нету. Некуда. Там некуда быть. Так вот, это же строится, кто-то же подписывает проект. Это же не Путин же подписал, а, наверное, Патриарх, или кто-то из его окружения, которые знают о том, что должно это быть. Вот кому такой вопрос задать? Вот у нас эти извинения нету. Им некуда уходить. Нина Александровна, она не слышит. Губа уже шевеляться. Включила, все. Кнопочку раз и выключила. У меня Яша есть. Плащ Яша. Яша, хватит. Мгновенно выключился. В кружку плащет тогда. Когда просят остановись. Вот Нина Жолнирова, она привела свою сестру в храм. Она ей все рассказала. Ты оглашенная, оглашенная здесь. Я куда? Посмотрела негде. Она вышла во двор, Нина идет батюшка. Она ему поклонилась, поблагословилась. И батюшка, у меня вот сестра тут, она оглашенная. Вот когда оглашенная, ты из идите, куда ей выйти-то? Куда выйти-то? Зачем? Ну, оглашенная, из идите. Что ты выдумываешь-то? Иди молись. И вот я стою с сестрой-то. А она в сторонку. Я говорю, ты за колонну тогда встань. Храм-то большой. Я слушаю, оглашенной нету. Выкинули. Выкинули. Да это литургия, это не Иоанна Златоуста. Это ее нету. Я говорю, лежу. А она подходит и причащается. Я говорю, послушай, подожди, ты что делаешь? Ты не крещеная. Ну, священник вышел с чаши. Кто не причастился? Я спрашиваю, кто еще не причастился? Еще раз спрашиваю, кто не причастился? Он говорит, на меня смотрит. Я понял, он меня зовет. Я подошла и причастилась. Вот и все. Это пример живой. Священники потеряли власть над народом и не знают. Они заблудили народ. И когда об этом говоришь, им очень не нравится. Но это так. Притворь. Вот у нас есть, они вышли все. Сейчас. Но выходит кто там. Борь даже трогает. Вот пример. Вот люди приезжают, потеряют кто. Место ищут. Нынче приезжали у нас. С горного Алтая. Мы возили во все стороны. Туда до конца. Везде проехали. Искать. Вот я говорю, в том деле пример. Вот Роман Малыш. Он взял место, на которое никто никогда не претендовал и не стал претендовать. Самое непроходимое место. Вот такие тополя стоят. И он подошел и говорит, я здесь буду поселяться. Чего ты поселишься? Тут ни один трактор не пройдет. Спилил, все. Куча дров. И помаленьку дальше это выпиливает, раскалывает. Ну и явно дело уже закладывается. Вот и пример для всех, кто его не будет, тому едет. Пример. Где ты есть? Я говорю, место-то. Ну никто никогда бы туда не был. Я даже не поверил, что он тополя свалил. Правда, мне крышу на бане расколотил. Восстановил. Восстановил. Как и не бывший. То есть, что Бог дал, вот этим ресурсом надо воспользоваться. У нас родители учили экономно жить, хорошо трудиться. Ты, говорит, сынок, так работаешь, что тебя еще раз пригласили. Борясь, а руки запачкать. Ладно, молимся. Достойно есть Тякова истину, блажите Тя Богородицу, Христо блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Безыстрения Богослова родшую, Сущую Бога Родицу Тя величаем. Прочтайте. Отец наш Небесный, мы просим Тебя в имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, умершего за наши грехи. Прими нашу молитву. Услыши, Господи, воздыхание родителей от детих, Которые не познали Тебя, Сохрани их в разращенном городе. И нас, по милой милости Твоей ради, Приготовь к встрече с Тобою. Мы так нуждаемся в помощи Твоей, Мы немощные и слабые, Да не будем покинуты Тобой, Не по делам нашим поступи, А по милосердию. Господи, упокой в обителях небесных, Рабу Александру, Проведи ее по мытарствам, Веди царство в вечность, И брата Якима возврати в мире и любви. Тебе слава за все, Отец и Сын, И Святой Дух. Аминь. Аминь.